Доброе утро! Вы смотрите новости на CBC с обзором событий к этому часу в студии Эльнара Алиева. Коротко о главном. Доброе утро! В отношении нарушивших государственную границу членов армянской диверсионной группы решением суда избрано мера пресечения в виде ареста. В Турции впервые в истории страны проходит второй тур президентских выборов. Голосование стартовало по всей стране. Победитель в борьбе за высший государственный пост определится большинством голосов. В США пытаются предотвратить возможный дефолт. Спикер Палаты представителей Конгресса страны подтвердил достижение принципиальной договоренности с президентом США Джо Байденом в рамках консультации по повышению потолка госдолга. Президент Азербайджана Эльхам Алиев в рамках своей поездки в Лачинский район ознакомился со строительными работами, проводимыми в селении Забух. В село общей площадью 81 гектар планируется переселить 245 семей. На начальном этапе будут переселены 223 семьи. Здесь построены детский сад на 50 мест, административное здание и медпункт. В освещении домов, социальных объектов и улиц в селе Забух будет использована зеленая энергия. Сразу после освобождения от оккупации в Лачине, как и во всем Карабахе и восточном Зангизуре, по указанию главы государства, начались масштабные восстановительные работы. Согласно генеральному плану, в городе восстанавливаются 700 зданий, в том числе 620 частных домов и 9 многоквартирных жилых зданий. Одновременно реконструируются административные строения. На территории города будет 7 парков, в двух из которых, к слову, работы уже завершились. Строится спортивный комплекс, а на берегу реки Хакари создается пляжно-рекреационный центр. В настоящее время завершается прокладка подземных коммуникаций. Сегодня азербайджанский народ отмечает национальный праздник – День независимости. Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 28 мая Дня независимости Азербайджанской Республики. Соответствующая информация размещена в социальных сетях. Также публикации по случаю Дня независимости в своих социальных сетях разместила и первый вице-президент страны Мехриман Алиева. Ровно 105 лет назад, 28 мая 1918 года, в Азербайджане была провозглашена первая демократическая республика на мусульманском востоке. Просуществовала она недолго, но даже за это короткое время, неполные два года достигла большого прогресса во многих сферах. Подробнее в следующем сюжете. С распадом Российской империи азербайджанский народ принял судьбоносное решение о создании собственного государства. Азербайджанская демократическая республика была основана в 1918 году, став первой на мусульманском востоке страной, основанной на демократических принципах. АДР была создана в условиях трудных политических и экономических обстоятельств. Но, несмотря на это, политическая элита молодой республики добилась установления демократических институтов в стране. Фактически с образованием демократической республики азербайджанский народ восстановил свою независимость, которая была утеряна до этого примерно 100 лет назад, когда в первую половину XIX века Северный Азербайджан был разделен на север и юг, и Северный Азербайджан вошел в состав Российской империи. С приобретением в 1918 году независимости фактически название Азербайджан вновь превратилось из географического в политическое, то есть оно стало носить политическое значение. Новообразованное государство обеспечивало всех своих граждан полными гражданскими и политическими правами, независимо от их этнического происхождения, религии, класса, профессии или пола. Азербайджан стал первой страной с преимущественно мусульманским населением, давшим женщинам избирательное право. Утверждение своего национального флага, трехцветного знамени с полумесяцем и восьмиконечной звездой, основание первой высшей школы европейского типа на мусульманском востоке, Бакинского государственного университета и многие другие достижения Азербайджанской демократической республики создали все предпосылки для национальной идентичности азербайджанского народа. Азербайджанская демократическая республика была первой демократической республикой на мусульманском востоке. Она имела все атрибуты своей независимости, свой флаг, герб, свой гимн, столицу, имела свою валюту. Кроме этого, надо сказать, что это была парламентской республикой, законодательная власть принадлежала парламенту, а исполнительная власть – правительству. Надо отметить, что в принятом законе о гражданстве впервые наряду с мужчинами гражданские права получили и женщины. Это было впервые на мусульманском востоке. Став правоприемником АДР, современный Азербайджан продолжил путь, определенный 105 лет назад. За годы независимости в республике были проведены масштабные реформы, направленные на всестороннее развитие государства и улучшение благосостояния населения. Современный Азербайджан принимает активное участие в международных организациях, сотрудничать с другими странами в области экономики, науки, культуры и других сферах. Сегодня Азербайджанская республика, в отличие от Азербайджанской демократической республики, имеет свои дипломатические представительства практически на всех континентах. Сегодня Азербайджанская республика, в отличие от АДР, является членом всех ведущих международных организаций. Сегодня Азербайджанская республика сумела создать мощную армию, которая в 2020 году сумела восстановить территориальную целостность Азербайджана в Карабахе. И сегодня мы очень близки к тому, чтобы наконец-то положить конец почти многовековой вражде, которая существовала между азербайджанцами и армянами, и заключить наконец-то мирное соглашение для того, чтобы установить нормальные отношения с нашими соседями. 28 мая – это не только день памяти и уважения к истории Азербайджанской демократической республики, но и день, когда азербайджанский народ отмечает свою национальную идентичность и гордится своими достижениями. Эта дата напоминает о том, что Азербайджан – это страна с богатой историей и культурой, которая продолжает развиваться и укреплять свою позицию на мировой арене. Фарид Адилов, CBC. Пакистан высоко ценит братские отношения с Азербайджаном и будет продолжать поддержку суверенитета территориальной целостности страны. Об этом в поздравительном письме, направленном главе азербайджанского государства, написал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Президент Франции Эммануэль Макрон в поздравительном послании по случаю Дня независимости отметил, что с момента установления дипломатических отношений Франции и Азербайджан наладили прочные отношения, основанные на партнерстве в экономической и образовательной сферах. С Днем независимости азербайджанский народ поздравил и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Дозик. Он подчеркнул, что страна под руководством президента Эльхама Алиева превратилась в регионального лидера и экономическую силу. 26 мая в связи с нарушением госграницы Азербайджана диверсионной группой вооруженных сил Армении на участке Азербайджано-Армянской государственной границы у села Раздара Зангеландского района и другими незаконными действиями в Генеральной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса республики. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана. По уголовному делу двое военнослужащих вооруженных сил Армении Хавакимян Харут Юрики и Газарян Карен Ашоти привлечены в качестве обвиняемых и решением суда в отношении их избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Тему мы продолжим с американской журналисткой Ириной Цокерем. Она с нами на прямой связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы видим, что в очередной раз была предотвращена попытка прорыва группы армянских диверсантов. И вот хотелось бы отметить, что все это происходило опять-таки на фоне переговоров. Что вы думаете по этому поводу, учитывая, что это происходит постоянно, именно на фоне переговоров, на фоне того, что должна состояться какая-то важная встреча касательно мирного процесса? Дело в том, что это явная провокация. Конечно, она не в первый раз происходит. И она не единственная в своем роде. Провокации происходят и физически, как эти столкновения на границах, и также политически, как мы видели недавнюю попытку скандала в связи со слитой информацией о якобы каких-то шпионских операциях, которые произошли два года назад. Если это и было, то почему это сливается именно сейчас? Комбинация этих событий показывает, что есть лица или третьи лица, которые интересуются срывом переговоров и пытаются подорвать дипломатический процесс любым способом. А можно ли это расценивать как, скажем так, недовольство официального Еревана итогами московских переговоров? Думаю, что Ереван свою позицию поставил признанием территориальной целостности Азербайджана. Это главное, что от них ожидалось, и это произошло. А все остальное, мне кажется, на самом деле уже происходит от других лиц. Они могут быть внутри правительства, но они, учитывая ход событий, скорее всего, имеют и внешнюю сторону в этой ситуации. Есть игроки региональные, которые не заинтересованы интеграцией Армении в регион и восстановление дипломатической нормализации, нормализации торговли и так далее. Мы знаем, что в ходе, к слову, когда проходил и Высший Евразийский экономический совет в Москве, премьер-министр Армении Никол Пышнян, он все-таки обвинил вновь в Азербайджан, выступил с необоснованными обвинениями. Мы это наблюдали неоднократно, но он и эту площадку для этого использовал. В частности, он выразил недовольство тем, что якобы Лачинская дорога названа дорогой, скажем так. Армянский премьер увидел в этом какие-то территориальные, к сожалению, претензии к Армении, на что президент Азербайджана дал достойный ответ. Как можно все-таки реагировать на данные высказывания армянского премьер-министра, учитывая, что с одной стороны он говорит о мире, но с другой стороны он выступает с такими неоднозначными заявлениями? Это говорит о человеке, который не уверен в себе и не уверен в собственном контроле над политической ситуацией внутри собственной страны. То есть он пытается играть и нашим, и вашим. Он пытается, с одной стороны, продвинуть мирный процесс, так как, во-первых, на него оказывается давление, а во-вторых, с его точки зрения, таким образом можно наконец-то перейти к более важным экономическим переговорам и все-таки каким-то образом все-таки принести благо собственной стране. Но с другой стороны, на него оказывается давление от разных лиц внутри и снаружи страны, и он пытается таким образом им подыграть, утихомирить и также оказать давление способом таким немножко эксплуатативным. Он пытается от Запада какие-то, и от Азербайджана, впрочем, добиться каких-то концессий, каких-то привилегий. Эта тактика уже давно надоела, она довольно прозрачная, и она не слишком хорошо работает. Но с другой стороны, я не уверена, что он способен на какой-то другой подход в данной ситуации. Также в ходе переговоров по московскому треку был затронут вопрос открытия транспортных коммуникаций, разблокировка этих путей. И известно, что Азербайджан инициировал важный проект Зангизурского коридора. Мы знаем, что он призван как раз-таки соединить западные районы Азербайджана с Нахчеваном, и он внесет важный вклад в развитие, в первую очередь, для самой Армении, то есть принесет ей выгоду. То есть, с одной стороны, мы видим, что Армения вроде на это готова, но с другой стороны, она препятствует открытию транспортных коммуникаций, то есть заявления официального Еревана сами себе противоречат. Все же, в чем тогда смысл, и может быть, здесь есть какие-то другие скрытые мотивы? А просто обычная попытка наибольшую выгоду добиться за наименьшую цену. Ничего здесь нового нет. Армения в этом смысле имитирует стиль дипломатический своего нового союзника Исламской Республики Ирана, который действует именно таким же образом в любых политических переговорах. Ситуация отличается тем, что на самом деле у Армении довольно тяжелая экономическая ситуация, и им было бы лучше как можно быстрее прийти к каким-то серьезным действиям, чтобы ее улучшить, а не тратить попусту время на вот эти политические игры, которые в конце концов ни к чему не приводят. Но, по-моему, психологически очень этот момент перебороть трудно, потому что дело идет о десятилетиях промывания мозгов, и люди могут просто не воспринимать процесс как-то иначе. То есть нужно хотя бы показывать какую-то борьбу за права, показывать себя более сильным игроком в дипломатическом отношении, иначе может правительство потерпеть поражение, если оно покажет себя слишком слабым с точки зрения не только реваншистов, но и общих прослойков населения. И поэтому они поддаются в некотором смысле на вот такие формы давления и играют в такие игры, тянут резину и ставят вроде бы палки в колеса. Еще один момент хотелось бы обратить ваше внимание на тот факт, что практически накануне переговоров, то есть на прошлой неделе, премьер-министр Армении выступил с заявлениями, которые вызвали неоднозначную реакцию в самой Армении, шквал критики, а все дело в том, что премьер-министр Армении в очередной раз признал территориальную целостность Азербайджана вместе с Карабахом, и в частности заявил о том, что нужно наладить отношения уже с Турцией и с Азербайджаном. И вот вопрос заключается в том, что сегодня очень решающий и важный момент для Турции должен состояться, проходит уже второй тур президентских выборов. И в связи с этим, как итог выборов в Турции нового глава государства повлияет в целом на вот эту вот нормализацию отношений, в первую очередь, Турции с Арменией и Армении с Азербайджаном? — Думаю, что окончательное решение, конечно, будет подписано. Все эти шаги, самые главные шаги будут предприняты, когда ситуация с выборами разрешится, как с любой внешней политикой. Но на самом деле результат выборов не должен повлиять, потому что договора такого толка заключаются с государствами, а не только с какими-то партиями или отдельными личностями. И в конце концов, это также выгодно обоим странам нормализовать торговые отношения и добиваться экономического успеха для своих стран. Так что не вижу резких перемен от этой дороги в любом случае. Мне кажется, что к этому и Турция с Арменией шли уже довольно долгое время. В последнее время, к счастью, ситуация даже более положительно и довольно более быстро продвигается, чем, скажем, несколько лет тому назад. И это следует продолжать подталкивать обе стороны в этом отношении. И думаю, что в конце концов этот вопрос разрешится с любым правительством Турции. Потому что это просто выгодно и не вижу к этому особых препятствий. Ну что же, спасибо вам. С нами на связи была американская журналистка Ирина Цукерман. Мы продолжаем наш выпуск. Для Турции настал решающий момент. Сегодня в рамках второго тура президентских выборов граждане выберут нового главу государства. Последними новостями о ходе голосования из Инкары с нами поделится мой коллега Турал Асади. Турал, приветствую. Как идет голосование, какие новости к этому... Добрый день, Эльнара. Здравствуйте еще раз. Да, действительно, 8.00 по местному времени. По всей территории Турции уже открылись избирательные участки. И граждане Турции начали избирательный процесс для того, чтобы отдать свои голоса за того или иного кандидата. Я напомню, что сегодня в Турции проходит уже второй тур президентских выборов. 14 мая состоялся первый тур, в рамках которого ни один из кандидатов не набрал необходимые 50 плюс 1 процентов голосов избирателей. И сегодня проходит второй тур между двумя кандидатами, действующим главой государства Реджепом Таипом Эрдоганом, а также оппозиционным лидером, кандидатом от объединенной оппозиционной фракции Кемалем Калычтар-Углу. Напомню, что в прошлый раз, в первом туре, Реджеп Таип Эрдоган набрал 49,5% голосов избирателей, а Кемалем Калычтар-Углу 44,88% голосов избирателей. Явка с самого раннего утра уже высокая. Люди проявляют особую активность для того, чтобы избрать очередного турецкого лидера в рамках второго тура президентских выборов, голосования президентских выборов. И отмечу, что на данных президентских выборах правом голоса могут воспользоваться свыше 60 миллионов граждан Турции. И 3,5 миллиона граждан Турции голосовали в зарубежных странах. Они воспользовались своим голосом. И уже их голоса, их бюллетени уже доставлены в Турции. В Турции уже после того, как сегодня в 5 часов по местному времени завершится процесс голосования, и все избирательные участки закроются. Начнется официальный подсчет голосов со стороны ЦИК Турции. И данные голоса, которые были даны из-за того или иного кандидата за рубежом, также будут подсчитаны. Ожидается, что к сегодняшней ночи уже, может быть, станут известны первичные результаты голосования. Но, скорее всего, окончательно мы узнаем результаты. Уже завтра ЦИК Турции официально их объявит. Но, тем не менее, турецкие СМИ, официальные госорганы, госсми, ТРТ, Абер, Агентство Ана-Долу, а также ряд оппозиционных СМИ также занимаются подсчетом голосов в рамках голосования. И они также будут передавать информацию касательно того, сколько оба кандидата набирают процентов, сколько процентов набирают кандидаты. И к концу дня по их результатам станут известны приблизительные результаты. И общая картина, может быть, уже будет известной. Я также напомню, что в рамках второго тура голосования третий кандидат в первом туре голосования Синан Уган заявил двумя днями ранее о том, что он поддержит кандидатуру Рейджи Петта и Пердагана и призвал своих избирателей голосовать именно за него. В то же время председатель партии «Зафер Победа» Юмит Оздах, который входил в коалицию АТА, его партия входила в коалицию АТА, он в свою очередь заявил о том, что поддержит оппозиционного лидера. И вот таким образом голоса другого оппозиционного альянса АТА так, можно сказать, разделились между двумя кандидатами. Тем не менее, сегодня минимум до 6 часов, а в целом, возможно, до 9 часов будет оставаться в силе запрет на предсказания, на какие-либо анализы касательно победы того или иного кандидата. И лишь после либо 6, либо 9 часов вечера уже ЦИК поднимет этот запрет, и СМИ смогут уже также разглашать приблизительные результаты голосования, которые будут подсчитаны со стороны ТРТ, агентства «Анадолу», а также со стороны других СМИ. Эмиль, студия у меня поэт. Спасибо, Турал. Я напомню, что из Анкары к нам подключался мой коллега Турал Садим. Итак, 14 мая прошел первый тур голосования на выборах президента. Действующий президент Турции Реджептея Пырдоган тогда набрал около 50% голосов, а его главный соперник Кемаль Каладждар Углу почти 45%. Ввиду того, что ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, возникла необходимость проведения второго тура. Как в целом проходила избирательная гонка, расскажет Жалин Гусейнова. 14 мая в Турции прошел первый тур выборов. Граждане страны с 8 часов утра начали посещать избирательные участки, чтобы выбрать нового президента и парламент. Явка избирателей на выборах составила до 90%, что является рекордным показателем. На предыдущих президентских выборах этот показатель составлял 86,2%. Хоть и население страны проявило максимальную активность, в первом туре президента выбрать не удалось. После вскрытия 100% урн результаты показали следующее. Реджептея Пырдоган – 49,52%. Кемаль Каладждар Углу – 44,88%. Синаноган – 5,17%. Мухаремедже – 0,43%. Первый тур президентских выборов в Турецкой республике и парламентские выборы, которые состоялись, продемонстрировал то, что турецкая демократия является зрелой, состоятельной. И это было признано практически всеми единогласно, кроме бесспорно Запада, который заинтересован в том, чтобы Турция была либо полностью подконтрольна им, либо была частью дуги нестабильности, против чего возражает и весь турецкий народ, и в целом международное сообщество всё больше и больше борется за формирование полицентричного миропорядка. Имя лидера партии «Мемлекет» Мухаремедже оставалось на бюллетенях, несмотря на то, что за три дня до выборов он и объявил о снятии своей кандидатуры. В качестве причины такого решения он назвал неадекватное и излишнее давление на него в форме различных провокаций, обвинений и дезинформации. В противостоянии за кресло президента боролись три кандидата – Раджептай Пардоган, Кемалькович Дароглу и Синаноган. По всей стране было установлено более 190 тысяч урн в расчёте на участие свыше 64 миллиона избирателей. Активность наблюдалась и среди турков, проживающих за рубежом. Их явка составила 45%. Выборы в первом туре официально завершились в 17.00. Нынешний президент Радаган проголосовал на участке в районе Ускюдар в Азиатской части Стамбула, куда пришёл вместе с женой. Два остальных претендента – Кемалькович Дароглу и Синаноган – голосовали в столице Турции – Анкаре. В Турции состоялся первый тур выборов 13-го президента и парламента. Результаты не стали для многих неожиданностью. Народный альянс во главе с президентом Раджепом Таэпом Эрдуганом получил большинство мест – 332 места в парламенте. В первом туре Эрдуган был первым, а Кемалькович Дароглу – вторым. Тот факт, что голосование перешло во второй тур, ещё раз доказало, насколько демократичной является Турция. В рамках предстоящего следующего тура очевидно, что большая часть населения, которая колебалась или выступала за двух других кандидатов во время первого тура, будет поддерживать Эрдугана. Ну и кроме того, действующий президент идёт во второй тур с серьёзным багажом в виде парламента, в виде партии спередливости и развития и партии националистического движения, в виде коалиции правящей, которая вновь победила, и парламент уже сформирован с большинством в виде правящей коалиции. 322 голоса в парламенте из 600 принадлежит правящей элите. Во втором туре президентских выборов два основных кандидата – Эрдуган и Калыч Дароглу – будут бороться за президентское кресло. Уже бывший третий кандидат от политического блока Атаси Наноган в эфире местных телеканалов призвал своих сторонников поддержать действующего президента Турции Раджепа Таипа Эрдугана. Некоторые социологи предвещали победу главного оппонента президента Турции – Кемали Калыч Дароглу. Однако предвыборная кампания Эрдугана показала свою эффективность. С 5-процентным отрывом турецкий лидер смог вырваться вперёд. Как сложится ситуация во втором туре, станет известно совсем скоро. Жаля Гусейнова, Сибиси. А сейчас с нами на связь выходит моя коллега Эльмира Мусазаде. Эльмира, приветствую. Здравствуй, Эльнара. Как проходит процесс голосования в Стамбуле? Что известно тебе на данный момент? Избирательные участки открылись всего лишь полчаса назад. Но вот мы сейчас находимся около того места, где, как ожидается, будет голосовать действующий президент Турции Раджеп Таипа Эрдуган. И здесь уже с самого раннего утра довольно много людей. Большой поток желающих проголосовать, желающих отдать свой голос. И здесь нужно понимать, что Эрдуган сам долгое время был мэром Стамбула. Соответственно, здесь с его политикой довольно хорошо знакомы и знают то, на что делает упор действующий глава государства. Здесь вот можно сказать, что несмотря на то, что сейчас во главе Стамбула, в главе мэрии этого города находится оппозиционный представитель Экрема Мамонглу, тот, который входит в коалицию оппозиции и, как ожидается, в случае возможной ее победы будет занимать пост вице-президента. И это, несмотря на это, вот нашей съемочной группе накануне также удалось пообщаться с местными жителями, которые рассказали нам, что готовы отдать свои голоса именно за Эрдугана. Это неудивительно, потому что здесь нужно понимать, что сейчас довольно сложные геополитические времена и, безусловно, для каждого жителя Турции в первую очередь в приоритете стабильность. Поэтому стремятся все-таки продолжать тот курс, который выбрал действующий глава государства и который направлен на усиление оппозиции Турции, в том числе и на международной арене. И здесь вот нужно рассказать про то, что является главным для каждого из кандидатов. Напомню, что сейчас во втором туре имеют возможность проголосовать лишь за двух представителей. Это Кемаль Каладжидар Оглу, либо действующий президент Раджик Тайп Эрдоган. И если для оппозиции на первом плане это внутренняя политика и, скорее, вопросы экономики, то для действующей власти, безусловно, имидж Турции на мировой арене, внешняя политика, вопросы безопасности – это самое главное в политической повестке. И, соответственно, здесь мы понимаем, что современная Турция также голосует, именно исходя из своих приоритетов. И нужно понимать, что для турецкого общества в целом и для Стамбула, который является одним из крупнейших городов Турции, безусловно, важен этот имидж Анкары, который сейчас является не просто крупной региональной, но, я бы сказала, глобальной державой. И, конечно, это играет также существенную роль в том, чтобы в процессе голосования для местных граждан, потому что здесь нужно понимать, что национальные настроения, националистические настроения в Турции довольно серьезные. И, конечно, это играет главенствующую роль, в том числе и при волеизъявлении турецкого народа. Говоря же в целом про итоги первого тура, то здесь нужно понимать, что там, несмотря на то, что оппозиция выбрала в себя достаточно много партий, это шесть партий, которые объединились вместе, все равно действующий президент Раджеп Тайпер Доган набрал гораздо больше голосов, согласно официальным данным, но при этом не хватило буквально пары процентов для того, чтобы перейти этот рубеж в 50% и победить уже в первом туре. Соответственно, поэтому сейчас проходит именно второй тур, но здесь нужно понимать, что результаты первого тура также оказывают существенное влияние на то, как будут голосовать турецкие граждане уже во втором таком туре. И, безусловно, важным моментом является в том числе и явка избирателей, потому что в первом туре она была беспрецедентной, это 88%, и несмотря на то, что многие эксперты прогнозируют, что такого большого количества голосовавших сейчас, возможно, не будет, все равно политики, кандидаты призывают своих избирателей приходить и голосовать. Об этом также накануне сказал действующий глава государства Раджеп Тайпер Доган. В своем аккаунте в Твиттере он призвал своих избирателей приходить на избирательные участки, голосовать, отдавать свои голоса и быть довольно политически активными в этом плане. Но нужно сказать о том, что действительно общество в Турции сейчас сильно политизировано, и эти выборы, которые сейчас проходят, наверное, главное событие для всей Турции, большой интерес именно к волеизъявлению. Можно даже заметить, как много машин проезжает, как много людей стремятся отдать свои голоса. Это только один избирательный участок. Такая же ситуация наблюдается и в других местах. И поэтому в Турции сегодня очень многие места закрыты, не работают, к примеру, некоторые виды транспорта, и все направлено на то, чтобы граждане голосовали, непосредственно отдавали свои голоса, и было необходимое волеизъявление народа. Очень многие освобождаются от работы для того, чтобы ничего не мешало гражданам сделать свой выбор. Соответственно, поэтому мы видим, что вот эта вот избирательная кампания, которая велась как в преддверии первого тура, так и в преддверии второго тура, она была направлена на то, чтобы как можно больше избирателей действительно приходили, отдавали свои голоса. Довольно можно увидеть по всему Стамбулу довольно много изображений кандидатов, их лозунги. И, опять же, несмотря на то, что во главе Стамбула, мэром Стамбула является представитель оппозиционной партии, оппозиционной коалиции, все равно здесь довольно много можно встретить портретов действующего президента, и очень много людей его поддерживают. Здесь главный лозунг — это «в правильное будущее с правильным человеком». Соответственно, вот этот вот курс, который задал именно глава государства на усиление позиций Турции, он поддерживается многими жителями Стамбула в том числе, которые сегодня будут голосовать практически весь день и смогут сделать свое свободное волеизъявление. Вот мы видим, что действительно непрерывным потоком люди хотят отдавать свои голоса. Такая же ситуация наблюдалась и на первом туре выборов. Я вот напомню, что 88% — это действительно очень большая, высокая цифра, и при этом здесь вот нужно сказать про то, что, несмотря на мнения западных, в том числе СМИ и определенных экспертов, которые заявляли о якобы фальсификациях на выборах как парламентских, которые проходили в первом туре, так и президентских, которые также проходили в первом туре, очень многие эксперты, независимые, независимые эксперты подтверждали, что существенных нарушений обнаружено не было, и действительно процесс волеизъявления в Турции является демократичным и прозрачным и открытым. И об этом в том числе сказал и Реджеп Тайп Эрдоган, когда обращался к своим гражданам и обращался к избирателям, отметив, что вот именно так выглядит турецкая демократия, когда, несмотря на то, что действующий глава государства, безусловно, располагает большими ресурсами и, безусловно, имеет большее влияние, несмотря на это, проводится второй тур, что показывает, что выборы в Турции проходят демократично и открыто. При этом вот азербайджанские депутаты также отправились в Турцию для того, чтобы наблюдать за избирательным процессом, за ходом этих выборов и также подтвердили, что выборы ведутся прозрачно и независимо. Никакого давления здесь не оказывается. Агитационная кампания, она прекратилась накануне вечером в 7 часов по местному времени. Уже установился запрет на любую агитацию, в том числе и в средствах массовой информации. И, соответственно, сейчас вот свое слово должны сказать уже граждане Турции, которые в эти минуты буквально отдают свои голоса. Спасибо большое, Эльмире. Я напомню, что с нами на связи была моя коллега Эльмира Мусазадана, подключалась к нам из Стамбула. А мы продолжаем наш выпуск. Страны, члены и наблюдатели ОТГ подписали соглашение о создании Географического совета тюркских государств. Основным направлением в документе стало развитие туристической отрасли в тюркских странах. По словам экспертов, страны имеют большой потенциал для расширения связей в данной сфере. Главы географических обществ, стран, членов и наблюдателей Организации тюркских государств подписали соглашение о создании Географического совета. В рамках документа Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан и Венгрия обязались выработать механизм, направленный на укрепление сотрудничества в соответствии с целями тюркского видения 2040. Основной упор в соглашении сделан на расширение связи между странами ОТГ в туристическом секторе. По словам эксперта, странам есть что предложить друг другу в этой сфере. Уверен, что во всех этих странах тюркского мира есть такие объекты, которые могут привлекать интерес туристов. Но так ситуация выглядит. Так что, конечно же, если рассматривать по возможностям, потенциалу туризма, то здесь, конечно, большие возможности есть, это однозначно. И, как я уже сказал, наши страны в какой-то степени уникальны. Нас связывают действительно и прошлоисторические события, то есть процессы, которые были в когда-то. И это и культура нас связывает, но нас еще и связывает и шелковый путь. То есть мы тоже можем, как говорится, сделать из этого бренд. Тем более, кстати, Казахстан и Узбекистан, насколько помню, пытались что-то такое сделать. То есть сделать, скажем, такие маршруты, которые где-то начинаются в Казахстане, заканчиваются в Узбекистане и наоборот. Туризм под брендом «Великий шелковый путь» стоит на повестке Дня стран Центральной Азии уже несколько лет. Регион обладает уникальной природой с культурными, религиозными и историческими особенностями. Устойчивый туризм в 21 веке имеет потенциал для поддержки растущих экономик стран-организаций тюркских государств. Направления, которые сегодня приобретают все большую популярность, имеют возможность применить концепцию устойчивого развития в их туристическом секторе, став примером для других стран мира. По части туризма у нас, конечно же, есть, скажем, интересные места, куда можно вывезти туристов или что-то им там показать. Тот же, допустим, Казахстан, если не ошибаюсь, находится в пяти климатических зонах. Это уже такой природный, скажем, туризм, посмотреть людям, как говорится, есть куда свозить. У нас есть очень красивые природные места. Также у нас есть, скажем, какие-то, скажем, религиозные центры, когда, скажем, могут приехать паломники. Это тоже у нас есть, допустим, тот же Туркестан. И в Узбекистане точно такая же ситуация наблюдается. Говоря о развитии туризма в странах тюркского мира, нельзя не упомянуть и о культурном туризме. Жемчужина Карабаха, город Шуша, был объявлен культурной столицей стран тюркского мира в 2023 году. Сегодня ведутся интенсивные работы по комплексному восстановлению и реконструкции освобождённых территорий Азербайджана, в частности, города Шуша. Этот город богат историческими и архитектурными памятниками. Мавзолей Муллы Панахова-Гифа, дом-музей Узеира Гаджибелии, дом Мехмандаровых, несколько мечетей и знаменитая равнина Джедыр-Дюзю. Все эти локации уже в обозримом будущем станут одними из излюбленных мест для посещения туристов. Эллада Мамедова, Сибиси. Греция поддержала Венгрию в блокировке 11-го пакета санкций, которые Евросоюз планирует ввести в отношении России. Как передает издание «Политика», новые ограничения предполагают санкции в отношении нескольких греческих компаний, которые помогают России обходить санкции. Для этого власти Украины составили список компаний, которые, по их мнению, являются спонсорами войны. По данным «Политика», Греция и Венгрия хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из санкционного списка. Такая позиция вызвала напряженность на встрече министров иностранных дел ЕС, где министр иностранных дел Германии Налина Бербок прямо раскритиковала Венгрию. Ранее Венгрия заблокировала выделение нового транша военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиарте заявил, что Будапешт не одобрит выделение денег Украине до тех пор, пока не будут сняты санкции с венгерского ОТП-банка. Накануне представители президента США Джо Байдена и республиканские конгрессмены достигли важной договоренности относительно повышения потолка государственного долга и сокращения бюджетных расходов, связанных с предотвращением дефолта по федеральным обязательствам. На своей странице в Твиттер американский лидер заявил, что вместе со спикером палаты представителей Кевина Маккарти достиг принципиального соглашения по бюджету, добавив, что речь идет о компромиссии для обеих сторон. По словам главы государства, данное соглашение – это хорошая новость для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы привести к экономической рецессии, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест. Итоги переговоров прокомментировал и спикер палаты представителей Кевин Маккарти. «Спустя несколько недель переговоров мы пришли к принципиальному соглашению. Хотя нам предстоит еще многое сделать, я считаю, что это соглашение в пользу американского народа. Я рассчитываю скоро получить текст законопроекта и назначить голосование в палате представителей уже на следующей неделе. Законодательство предусматривает историческое сокращение расходов, последовательные реформы, которые позволят бороться с бедностью, увеличат число квалифицированной рабочей силы, обуздают злоупотребление со стороны правительства. Не будет ни новых налогов, ни новых госпрограмм. В законопроекте предусмотрено еще много всего важного. Я намерен в скором времени снова переговорить с президентом Байденом по этому поводу». Граждане Молдовы в недостаточной степени поддерживают объединение страны с Румынией. Об этом сообщила президент Майя Санду в интервью с изданием «Геополитик». По ее словам, есть люди, которые продвигают идею воссоединения с Румынией, но их недостаточное количество. Однако вместе с тем она видит поддержку евроинтеграции. По словам президента Молдовы, это то, к чему стремится страна. Президент подтвердила, что около 1 млн граждан Молдовы имеют паспорта Румынии, но отметила, что есть люди, которые боятся воссоединения. По результатам февральского исследования Института маркетинга и социологических опросов Аймос, 32% граждан Молдовы поддерживают объединение с Румынией. В Румынии за это выступают 31% респондентов. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш призвал страны мира бороться с расизмом. Об этом генеральный секретарь ООН написал в своем твиттер-аккаунте. По его словам, расизм отравляет сообщество, социальные структуры и повседневную жизнь. Пришло время заявить о себе и действовать, чтобы обеспечить мир во всем мире, достойную жизнь и широкие возможности для всех. Антонио Гутерриш призвал действовать сообща в целях борьбы против расизма. Один из главных армянских лоббистов США, председатель Комитета по международным отношениям Сената Роберт Менендес находится в центре громкого коррупционного скандала. По данным газеты The New York Times, его дело расследуется федеральной прокуратурой США и ФБР. Менендеса, а также его супругу, этническую армянку Надин Арсланян, подозревают в получении незарегистрированных подарков в виде автомобиля Mercedes-Benz, роскошной квартиры в округе Колумбия, драгоценности от компании по производству халяльного мяса, также находящейся под расследованием. Как пишет New York Times, расследование в отношении Менендеса связано с обыском в офисах компании по производству халяльного мяса и доме ее президента. Обыски прошли после решения правительства Египта в 2019 году сделать американскую компанию ICEJ Халял единственным авторизованным импортером халяльного мяса в страну из любой точки мира. Министерство сельского хозяйства США предупредило, что этот шаг может привести к росту цен на мясо для 90 миллионов мусульман Египта и подорвать рынок. До недавнего времени было мало признаков хода федерального расследования в отношении Менендеса. Две недели назад в рамках того же расследования прокуратура Манхэттена подняла документы, связанные с остопорившимся в законодательном собрании Нью-Джекси законопроектом, ограничивающим высоту строительных объектов вдоль реки Гудсон. В повестке запрашивалась любая информация по поводу законопроекта Менендеса и его супруги, а также одного из известных застройщиков региона Фреда Дайбеса. Стоит отметить, что это не первый коррупционный скандал, в котором замешан высокопоставленный армянский лоббист. В 2015 году Менендес уже был обвинен в коррупции из-за его отношений с врачом-офтальмологом Соломоном Мелгином. Прокуратура тогда обвинила Менендеса в получении пожертвований на избирательную кампанию на сумму около 1 миллиона долларов и щедрых подарков. Следствие считало, что из-за махинаций с государственными медицинскими страховками налогоплательщики были обмануты как минимум на 9 миллионов долларов. Сенатор также обвинялся в преступном поощрении интересов Мелгина при поставках портового оборудования для Доминиканской республики. Сенатор не признал себя виновным, а в 2018 году обвинение с него сняли. На сегодняшний день Соединенные Штаты имеют большие проблемы, то есть создают именно у Соединенных Штатов большие проблемы деятельности этих лобби-групп. Например, армянская лобби-группа Соединенных Штатов в Конгрессе, она портит отношения всеми его союзниками в Ближнем Востоке. Ну, конечно, портит отношения Соединенных Штатов со своими союзниками в пользу других стран, других глобальных сил. Я думаю, что в Соединенных Штатах они не до конца понимают, какую роль, то есть негативную роль армянской лобби внутри Конгресса, а также на уровне Штатов. Роберт Менендес периодически оказывается в центре внимания средств массовой информации из-за ярко выраженной проармянской позиции. В частности, он является инициатором многочисленных законопроектов о признании так называемого геноцида армян. Сенатор также выступал защитником карабахских сепаратистов, призывая правительство США заблокировать программы о помощи Азербайджана. Политик не скрывает своей антитурецкой позиции, при любом удобном случае критикуя президента Раджепа Таипа Эрдогана. СМИ периодически писали о коррупционных связях с сенатором Менендеса с армянским лобби. По всей видимости, коррупционная деятельность сенатора приобрела такие масштабы, что к делу подключилась ФБР. К этому часу пока что все. Оставайтесь на CBC, чтобы будете в курсе событий. Слушайте нас и по радио CBC FM. До встречи. КОНЕЦ КОНЕЦ